IT, финансы, медицинский бизнес, Эдтех, безопасность. Выпускник ТГУ – это директор, топ-менеджер, международный предприниматель, стартапер, разработчик. Томский госуниверситет дал своим выпускникам старт для успешной карьеры в самых разных областях. Алексей Куртов – вице-президент Ассоциации политических консультантов России. Он один из тех, кто вводил термины в политическом консультировании и пиар в 90-х. А вот базу для будущей работы Алексей получил на радиофизическом факультете ТГУ. Я не Томич, я приехал в Томск с отцом в школе еще когда учился. Но университет было то место, куда я точно знал, что буду поступать, начиная с 5-6 класса школы. В нем училась моя сестра на физико-техническом факультете. Сейчас она тоже очень успешный преподаватель, заслуженный учитель. Руководит одним из крупнейших колледжей в Санкт-Петербурге. И тоже очень тепло вспоминает наш университет. Физику Алексей выбрал не совсем осознанно. Как признается, ему просто понравилось, как рассказывали о ней на дне открытых дверей. Занимался студент квантовой электроникой. И на третьем курсе интерес разгорелся. Но не столько к физике, сколько к автоматизации измерений физических процессов. С третьего курса началось уже интересно. Появились первые электронно-вышительные машины. В СМ4, на которой мы учились программировать. Программировали мы еще циферками, перфокартами. Это тоже был такой взгляд в новый мир. И вот появились первые машины меньшего размера, а потом персональные ЭВМ. И это было что-то невероятное. И меня увлекло не только сама физика, а сколько автоматизация измерений физических процессов. Алексей не совсем типичный физик. Интересовался искусством, музыкой, листал альбомы Босха в научке. Причем преподаватели факультета были также развиты всесторонне. Преподаватели старой школы, которые знали, что такое наука, знали, что такое отношение к науке. Вот этот вот спор 60-х годов между физиками и лириками. Это были те физики, которые выиграли этот спор. И в общем они доказали, что физики могут быть еще и лириками. Параллельно с погружениями в науку были и настоящие. Алексей был подводником клуба «СКАД». Ездил в экспедиции на Дальний Восток, вел подводные съемки. Кроме того, клуб стал одной из трех главных вещей для Алексея как для человека, а не студента. Я с большой теплотой сейчас вспоминаю наш клуб, волшебный клуб «СКАД» Томского государственного университета. Клуб подводников, в котором я занимался много лет. В котором я обрел настоящих друзей, в которых мы социально выросли, потому что мы отвечали за свою жизнь, за жизнь своих товарищей в экспедициях. Мы умели делать все сами. Начиная от написания статей в газету «Красное знамя», была тогда такая главная газета областного комитета партии. И до шитья костюмов для подводных экспедиций, ремонта водолазного фото, технического оборудования. Мы научились быть социально самостоятельными, потому что ездили в экспедиции, мы в них отвечали за сделанную работу. Это было потрясающее время. Клуб «СКАД» – это, конечно, такая волшебная страница в моей жизни, которую я вспоминаю. Люблю очень, люблю своих друзей, с которыми мы дружим до сих пор, хотя все разъехались. Ну, не все, вернее, люди моего возраста разъехались по многим городам и висимым. Многие живут за границей. Безумно, безумно уважаю и передаю привет Владимиру Валерьяновичу Жданову, бессменному президенту нашего клуба. Это человек, который придумал клуб в 59-м году и до сих пор является его бессменным президентом. Человек, который нас научил жить, понимать, уважать других, иметь свою точку зрения, ее отстаивать и прислушиваться к чужим. Фантастическая школа. После ТГУ Алексей все же поработал по специальности. Сначала в Томском СФТИ, а затем в Государственном оптическом институте при Минобороны в Петербурге. Причины сменить сферу были. Двое детей, начало перестройки и желание большего дохода. Первым проектом, связанным с бизнесом, стал Центр научно-технического творчества молодежи. Там учили вести частное предпринимательство. Один из таких центров Алексей и возглавил. А после специалисты увлекли психология и НЛП. Вместе с Тезкой Алексеем Ситниковым Куртов занялся психологией политики. А также начал развивать новое направление в стране – пиар. Конечно, после Томского университета я доучивался еще, потому что профессия моя политического консультирования потребовала знать психологию, социологию, еще некие специальные знания. Но Томский университет – это наше счастье. Алексею удалось поработать с политиками, президентами стран постсоветского пространства, создать политический образ для жены Бориса Ельцина. Сейчас Алексей возглавляет агентство «Интермедиаком» и преподает политическое консультирование и бизнес-психологию в ведущих российских вузах и компаниях. Сейчас я много езжу по стране, везде встречаю томских выпускников. Приезжаешь, например, в какую-нибудь губернию, а там губернатор, глава области, выпускник Томского университета, нам есть о чем с ним поговорить. Приходишь в общественную палату и возглавляет человек, который учился и работал в нашем университете. Такие очень интересные и важные встречи. Университет – это такое место, о котором вспоминают, мне кажется, все с большим удовольствием. И я это делаю каждый раз, улыбаясь и думая о том, что я люблю Томск, я люблю Томский университет, я люблю студентов и преподавателей, которые даже сейчас там учатся, потому что считаю, что университет не может стать хуже. Он может только лучше становиться, развиваться и быть все тем же любимым местом для тысяч, тысяч молодых людей.